Книга Деяний, она совершала пробуждение. И всякий раз, когда они собирались вдвоем помолиться, что-то происходило. Почитай книгу Деяний. Они пришли, чтобы пообщаться. И молились. И тогда здания сотрясались. Петр и Иоанн, они шли на молитву, когда они исцелили хромого человека. Они не шли на какое-то молитвенное место. Они просто шли. Но сегодня мы собираемся, мы молимся, и ничего не происходит. Ты чувствуешь сухость. Нам нужно помазание. Нам нужно помазание. Всякий раз. Я хочу вам показать, как можно определить, что елей закончился. Когда у тебя полный бензобак, и когда, точнее, половина в бензобаке, ты не можешь далеко уехать. Только глупец будет ехать куда-то далеко, если у него пол бака бензина. Ты должен убедиться в том, что твой бензобак полон. Что твой бензобак полон. И я хочу дать вам пример того, как понять, что твой бензобак пуст. Когда ты хочешь долго помолиться, ты говоришь, Господь, хочу три часа промолиться. И ты начинаешь. Ты молишься, и молишься, ты молишься, и молишься, и молишься. Смотришь. Пять минут прошло. Это знак того, что твой бак пуст. Вы поняли, о чем я говорю? Сегодня я хочу молиться. Я хочу поститься. Но чувствую голод. И ты ешь. Как ты можешь знать, что ты наелся? И ты говоришь, давай помолимся. Мы молимся. Ты смотришь. Прошел один час. Это значит, что ты полон. Это знак того, что твой бензобак полон. Когда ты можешь легко делать духовные вещи. Это значит, что твой бак полон. Но когда тебе сложно простить и иметь сострадание, значит, ты пустой. Когда ты не можешь любить, ты пустой. Поэтому и написано, что любовь есть Бог. Если у тебя нет Бога, ты не можешь любить. сострадание. Сострадание. Сострадание к тем, кто потерян во Христе. Для братьев, к братьям и сестрам, которые упали. Если у тебя нет сострадания к ним, если ты не можешь удержать их, значит, ты сухой. Причина, по которой некоторые христиане никогда не забывают и не прощают, это потому, что они сухие. Когда ты исполнил, тебе не нужно извинения, чтобы простить кого-то. В Деяниях 7 главе 55 стихе Стефан был убит Павла и другими людьми. Они забили его камнями. Они забивали его камнями. Они не играли. Они не шутили с ним. Но его сердце было исполнено Духа Божьего. Он возвел свои очи. И Библия говорит, он увидел небеса открыты. Он увидел Иисуса, который стоял. И то, что он делал на земле, это было настолько сильным, что Иисус не мог сидеть, глядя на Стефан. Библия говорит мне, что Иисус восседает по правую руку Бога. Но в тот момент он смотрел на Стефана, как его убивали. Но у Стефана не было горечи. И Иисус встал и открыл небеса и сказал Стефан, Я впечатлен. Почему он был способен простить людей? Он говорил, я молюсь. Его бак был полон Духа Святого. Всякий раз, когда ты хочешь, чтобы твои враги умерли, это значит, что ты пустой. Всякий раз, когда ты не можешь молиться о тех, кто тебя ненавидит, это значит, ты пустой. Всякий раз, когда ты начинаешь замечать недостатки, это значит, что ты пустой. Есть много недостатков в церкви. И люди видят только недостатки. Это признак того, что они пустые. Потому что любовь покрывает. Она покрывает множество. Когда ты исполнен любви, ты не будешь замечать боль. Ты будешь даже не замечать какой-то обман. Поэтому мы должны быть исполнены Духом Святым. Это не только для чудес. Это не только для молитвы, но для того, чтобы жить как христианин. Если ты не исполнен Духом, ты не можешь давать. Даяние — это сложная вещь. Аминь! Аминь! Асанама Лекамута! Аминь! 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 Продолжение следует...